Приветствую вас, и как это ни странно, но внешние факторы, такие как одежда, косметика, внешний вид и прочее, это лишь подчеркивают женственность, подчеркивают ее, но не являются ядром. А ядром женственности является то, что в глазах мужчины и в ваших глазах делает вас, собственно говоря, этой самой женщиной. И что же это? Это поведение, поведение мягкое, плавное, грациозное, это диалог, мягкий, невысокий тембр голоса, уверенность в себе. Это поведение, внутреннее ощущение себя слабой и видение этой слабости как силы по отношению к мужчине, то есть не боязнь, а дать мужчине возможность выбирать то, что он хочет. Если еще говорить про внешность, то здесь, я думаю, вам все подробно описал Лидия, она действительно как женщина лучше понимает именно вопросы как бы внешнего образа. Но я думаю, что вам необходимо определить для себя, что для вас женщина, вот какой идеал женщины у вас есть, именно в плане не одежды, не участвования, а именно в плане вот поведения, разговора, диалога и так далее. Женщина, загадочное существо, женщина непредсказуемое существо, но женщина мягкое, чувственное, эмоциональное существо, а это означает, что вот именно эти качества и делают вас женственными. Не одежда, тем более дорогая, не косметика, тем более дорогая, а именно проявление характера. И в зависимости от того, какой ваш характер, нужно и развивать те сильные, сильные женственные его стороны, которые есть. Если, например, вы склонны к доминирующим отношениям, то, соответственно, это, ну, как бы, женская, женственность на почве доминирована. Если вы равноправные отношения с мужчинами приветствуете, то это, соответственно, умение быть как жесткой, так и мягкой. Если подчиненным, то, соответственно, мягкой. То есть сначала нужно определить ваше место, вашу роль в отношениях, какая она эта роль, какую вы хотите ее занимать. А дальше уже смотреть по, значит, ну, конжекции этой роли. Если вы доминируете, то это, соответственно, такой жесткий, немного грубоватый, но все же женственный стиль поведения. Когда женщина такая же плавная, грубоватый, но при этом у нее чувствуется сила, у нее чувствуется давление, напористость, целеустремленность и прочее. Если это равноправие, то я уже сказал. Если это подчиненность, то здесь мягкость, обходительность, свежливость, может быть, даже скромность. В данном случае скромность является также женственностью. Вообще, женственность, она проявляется, как и многое в человеке, только лишь непосредственно при общении с мужчиной. И поэтому то, что вы делаете своим внешним видом, это лишь служит начальным этапом, оберзкой, трамплином для настоящей женственности, которая скрыта у вас самой. И вот, что это, что это за женщина, я думаю, у каждой женщины на этот вопрос ответ свой. И вам нужно просто понять, какие у вас сильные стороны, и стараться эти сильные стороны развивать. Именно это и будет повышением вашей женственности. Конечно, внешний вид очень сильно важен. Внешний вид, безусловно, играет серьезную роль, но он все же не главный. Главное, как вы себя подаете мужчинам и обществу в целом, как вы ведете себя в нем, как вы говорите, какое у вас поведение. И вот это, в принципе, и является самым важным. И такая женщина может любую одежду превратить в вершину сексуальности, в вершину элегантности и в вершину красоты, если у нее есть вкус в одежде. То есть, если может женщина одеться просто и со вкусом, надеюсь, вам больше, наверное, подскажет модельер. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.